Вчерашние выпускники СУЗов, ВУЗов находятся в поисках достойной работы. Кто-то ее уже нашел, кому-то пока не везет. Как защитить свои права? Что надо сделать, чтобы работодатель обратил на тебя внимание? Поиску ответов на эти вопросы посвящена деятельность Международной Организации Движения за достойную работу и общественное благополучие. В одном из проектов приняла участие и волонтер из Чуваши. Движение объединяет неравнодушных молодых людей по всей Словении уже 4 года. За это время сделано немало. Социальные акции, конференции, мастер-классы и семинары, посвященные безработице и нестабильной занятости, плотная работа с правительством страны и предложения по изменению законодательства. Вот лишь небольшая часть того, чем занимается организация. В этом году ее представители также приняли участие в программе Россотрудничество «Новое поколение» и посетили школу молодого лидера в Москве. Одним из самых заметных проектов Движения за достойную работу уже второй год является летний молодежный лагерь, в котором в этом году приняла участие Ольга Лебедева. Представитель Чебоксарского волонтерского центра «Содружество». Я поехала в Словению на месяц для участия в программе Европейской комиссии «Молодежь в действии». В рамках этой программы я участвовала в молодежном лагере, который проводит организация движения за достойную работу. В этом лагере участвовали активные молодые люди из всей Словении, те, кому не безразлична проблема безработицы. Сейчас такое явление набирает силу, как прикариат, то есть люди, которые работают не в постоянное время, и у них нет гарантии своих, гарантии прав, и организация движения за достойную работу старается защищать их права, рассказывать им о том, какие у них есть права, и как бы представлять их на государственном уровне. Мне очень понравилось, что молодые люди проявляют активность, не сидят сложа руки, проявляют свою инициативу, предлагают свои варианты решения проблем, так как в Словении высокая безработица, и они предпочитают взять все в свои руки и действовать самостоятельно.